доброго времени суток ну что пришло время открыть тайну тайну которая находится за семью печатями в этом секретном архиве есть вещи которые люди просто не должен знать поскольку это курируют секретные спецслужбы все мы знаем что есть такие секретные спецслужбы которые отслеживают разных изобретателей которые изобретают ноу-хау дабы они не навредили человечеству вы же понимаете что если какой-то изобретатель изобретет например какое-то сверх мощное оружие которое может уничтожить допустим город он просто не будет знать или он изобретет какое-то сверх секретное изобретение способное допустим летать то что сделал гребенников мы все знаем что на самом деле его платформа она действительно летала и это была реальность можете себе представить в советское время не имея супер-пупер технологии и не имея никакой сверх лаборатории он фактически на коленях создает платформу способную перемещаться в пространстве с огромной еще раз подчеркиваю огромной скоростью который может только развивать самолет истребитель при этом он не испытывал дискомфорта который испытывают летчики истребителя то есть сверх перегрузок это тайна человек изучил все труды гребенникова и дал нам ключи к разгадке как можно построить эту платформу сотни может быть даже тысячи людей пробовали построить эту платформу эта платформа все знаем она находится в архивах точнее чертежи и сама платформа в фсб секретных архивах то есть это реально существующая технология и они в своих лабораториях ее изучают вот такая вот вещь так что слушаем вот что я сейчас вам расскажу я говорил специально что скрою архив 1 апреля для того чтобы те кто следит за этим как бы думали что на 1 апреля на самом деле была просьба открыть 28 марта что я и сделал через 10 дней и там было также когда я зачитывал если вы посмотрите вот мое видео вот странное письмо мне пришло о неком бтг архиве то конечно же вы увидите здесь то что я говорил о 10 днях то есть если взять 18 числа марта да то ролика мы видим надеюсь что все архив скачали и я уже выставил под как бы видим до ключ пароль к архиву года рождения и вот смерти гребенникова 8 цифр попрошу обратить внимание как только вы откроете архив какое-то время просьба не читать комментарии сразу скажу здесь в архиве обличаются два ну как бы очень известных допустим канала один канал это матрикс форум вот он этот автор еще раз говорю я это не мои слова ко мне никаких претензий я просто озвучиваю что что написано в этом труде поскольку я уже говорил что если мы возьмем с любого места я беру специальность середины то есть этот труд не то что передраны откуда-то как обычно мы привыкли допустим что берут какую-то фигню я уже говорил и запаковывают ее типа что это какой-то секретный архив а в реальности он просто передраны из какого-то сайта то есть мы берем любые строки с этого архива вставляем интернет этого архива не существует то есть эта информация это труд реально человек потратил огромную работу 140 страниц для того чтобы создать этот труд так вот автор этого труда обличает две серьезные как бы так сказать компании людей то есть блогеров но допустим конкретно он обличает администрацию сайта матрикс админов и те кто что они работают на спецслужбы их задача выявить какие-то патенты выявить какие-то людей которые нашли то есть стали на правильный путь чтобы разгадать платку платформу гребенникова и сбить их с толку нет смысла мне пересказывать что здесь написано в этом труде просто вы когда почитаете вы просто охренеете и сразу же почему я сказал что не нужно читать комментарии под видео которые я выставлю вот сейчас сразу написали и мечтайте потому что от таких троллей в архиве бред их будет тысячи поверьте мне но может быть не тысячи потому что как есть такое понятие человеческий фактор то есть эти люди они на работе они получают за это деньги естественно что они халтурят что они лим лень лишний раз написать негативный комментарий что-то там мутить хитрить они просто пишут это бред или вообще не пишут иногда забивают болт но я вам скажу сразу это прокол этих структур которые пропустили вот этот вот труд когда человек наблюдал за этим всем он конкретно здесь не только обличает он также показывает на что то есть конкретно нужно обратить внимание куда смотреть а важно одна из как бы причин по которой он все это составил он просто говорит что вот эти вот администрация сайта matrix и вообще еще помню днестр говорил есть несколько форумов он говорит на какое-то время я посещал все эти форумы и там писала много информации но я заметил что информация которая появляется и ставит под сомнение администрацию форума она быстренько удаляется то есть когда форум чани участники они начинали сомневаться в том что правда или неправда их быстренько банили и удаляли их не сообщение при этом они никого не оскорбляли они просто ставили под сомнение высказывание допустим разных форум чан далее здесь в этом архиве очень множество есть вычислений то есть вы почитаете поймете приведены формулы расчеты как была то есть допустим пряталась та же самая платформа как уводится с правильного пути появился некий андрей якобы племянник самого гребенников вот когда здесь в это тоже все почитаете в этой книге задал вот этот вот он был участником этого форма вопрос говорит а где ну подтверждение то что это действительно племянник самого гребенников этот они говорят он там отвечает что задай пожалуйста администрации форму матрикса они подтвердят что он племянник то есть это все были доказательства вы что не верите администрации матрикс а вы не верите вы сомневаетесь ну значит вы типа ересь несете значит вы еретик ну это я утрирую немножко было не так сказано понятно да то есть конкретно здесь есть некий вот аудио записи этого который андрей говорит гребенников вот этот вот племянник он говорит что на самом деле платформы не было то есть не прямо там иногда даже прямо было говорит что это просто миф он придумал для того чтобы привлечь якобы внимание и когда здесь ему задают вопрос про то что изображено на самой платформе эмблема он просто сказал это просто винетка ну как бы так вот изображение но никакого секрета нету там это все ну как бы фантазии это просто ну винетка некоторого некого муравья далее все прекрасно знаем что есть в то время была и сейчас до сих пор зверствует комиссия по борьбе со лженаукой как только узнали о всех его планах и возможностях и полетах гребенников подчеркиваю у гребенникова не было высшего образования вообще у него была по моему средь школу он закончил 10 классов на этом все закончила он сам был просто натуралист и любитель который изучал вот эти вот насекомых и так далее то же самое как допустим если взять сталкера он сам радиолюбитель у него нет высшего образования как это есть у других которые занимаются радиоэлектроникой он сам любитель но он разработал расчертил кучу схем которые оказались на практике рабочие так вот идем далее вот допустим они даже не поленились вот снимать вот такие видео для того чтобы обличить гребенникова что это просто обман вот внимательно слушаем я хочу чтобы мы подключились к виктору гребенникову который якобы изобрел аппарат антигравитации 1 2 3 фотографии ты увидел бородатый ночёный божик может любил ты находишь его на его уровне виктор гребенников изобретатель антигравитационного аппарата 4 уровень виктор добрый день ну ты понял о чем хотим поговорить чушь собачья чушь собачья то есть аппарата не было сенсаций сенсаций хотел ты хотел сенсации вроде как объявил про неё а потом отъехал что я должен был сказать а что за фотография где аппарат висит воздухе как ты так смонтировал не буду говорится это все усложнять это долго посмотрите поставлю ссылочку на это видео просто оборжетесь то есть реальность топ здесь понимаете да то есть они даже не поленились вот эту хрень втюхать людям что там потом появились вот такие вот ребята которые создали некий летающую платформу и она у них летала вот они ставили бочку потом делали фотомонтаж понимаем да это все летала вот оригинальный смотрим то есть как это все было сделано вот что они пишут сами просто зачитаю буквально парочку слов мы взяли за основу круглую старую деревянную крышку от какой-то бочки на нее закрепили пустую рамку пчелиного улья с пустыми сотами понятно пчелиного улья рамку не знаю знаете вы не знаете что такое рамка пчелиного улья это такая вощина называется и на этой вощине воск ну то есть пчелы делают соты сверху рамку закрыли 6 миллиметровой фанерой на фанере поместили высоковольтный трансформатор вот самое важное второй наш опыт образец развалился на части потому что собрали его из хлама то есть они вот собрали из хлама вот это вот как-нибудь что-нибудь слепили и у них она полетела посмотрите на какую высоту они взлетали да то есть видим да вот так вот она у них летает ну как бы любой человек если вот работал с фотошопом когда-нибудь он увидит что здесь сделано так вот красиво это все вырезано понятно да и сделано немножко растушевка для того чтобы создать естественный фон то есть здесь видно даже контуры обрезки этого всего если мы четко видим свет это есть типичный самый настоящий фотомонтаж когда вырезают ненужные предметы сделают несколько снимков и вот это вот все делают то есть я вам еще раз говорю это фейк эта вещь у них не работала и когда куча куча людей начала пытаться повторить здесь даже кстати схема есть пытались это все повторить получалось никого это не работало и не обращались к этим людям что мол скажите как но естественно что они говорили ну думайте головой вы сами должны понять это самое то есть не так как у меня stalker допустим берет и ведет меня он рассказывает там у тебя то не так это надо делать то 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 а эти говорили просто думайте головой вы должны сами данной как там у нас все получилось на все работало вас нету это типа ваши проблемы понятно да то есть вот так это все происходило так вот еще он обвиняет мне конечно не очень хочется говорить глобальную волну я думаю вы сами прочитаете но почему он это делает говорю еще раз подчеркиваю чтобы камнем мою сторону не летели камни говорю почему он обвиняет потому что сам старухин он говорил что у него есть связь с фсб и он пытается типа через эту связь вывести в люди как бы запретные технологии то есть он так это говорил то есть открыто он заявлял то есть есть такое насколько это правда опять же не знаю это все из этой статейки сразу же то есть отнеситесь к этой статейки со всей серьезностью не обращайте внимание то есть или обращаете как хотите важно но все равно тот кто прочитает и тот кто находится в теме а этих людей очень очень огромное количество даже по участникам форума matrix мы можем видеть что этих людей сотни которые занимались темой именно платформы гребенникова и многие были на правильном пути но цель администрации форма matrix было сбить и как он утверждает автор этого труда он говорит что на самом деле руководители они знают как работает платформа гребенников потому чтобы отвести по ложному пути как он работает иначе если они не будут знать как работает оригинал то есть платформа гребенникова они не смогут но сбить людей с толку и вести по ложному пути который ведет в никуда то есть очень множество то есть видео здесь аудио схем чертежей люди делятся и задача они начинают говорить то есть если вы что-то видит что допустим кто-то идет по правильным пути они говорят вот эту книгу не надо читать а вот есть более современная книга гребенникова которая там переиздана вот это нужно читать которая вот более свежая она более правильная а та которая старая то ее читать не надо там она неправильная или там допустим если вы какой-то занимаетесь поиском правильно и вы уже настали на правильный путь вам говорят ну вот эта вот штука ни в коем случае это такая вредная фигня Ой, если вы этим будете заниматься, вы просто заболеете. Вы же знаете, что Гребенников, он заболел и умер от этого, вы понимаете, да, что от своей платформы просто заболел и умер, и вы так же умрете. Блин, ни в коем случае. Не надо читать вот эти труды, и вот это все ерунда. Вот мы сейчас, мы уже переварили эту информацию, мы даем правильный, то есть истину мы даем вот, 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 вот. И они таким образом, то есть они не то, что говорят все это бред, как вот этот мне написал, что-то по... То есть это просто тролль, который просто поленился. Но есть куча людей, у которых по нескольку, по 10, по 20 окунтов. Если бы они не ленились, то бы, допустим, моим роликом было, ну, 300-400 комментариев, которые бы писали негативно. Они просто, как я уже говорю, человеческий фартфор. Им просто лень писать. И таких, как говорится, я видео постоянно выпускаю, и они постоянно, вот, сколько ты можешь видео, почему-то одно и то же. Это все ерунда, это все фейки. Они об этом пишут. Это их не работа. Они за это получают деньги. Причем не кислые деньги, понимаете? Значит, вернемся к этому архиву. Предлагаю просто внимательно это все изучить. Документ очень огромный и требует тщательного исследования. Но оно того стоит, как говорится. В конце вы будете вознаграждены. Естественно, что я его весь просмотрел. Здесь особенно порадовал насчет, допустим, расчеты с пирамидой. Как правильно сделать пирамиду, которая, если вы, допустим, в пирамиду правильно сделаете, также вы помещаете аккумулятор, как ни странно, он находится долгое время в заряженном, и как будто он сам заряжается. Опять же, это все нужно проверять. То есть, действительно, пирамиды дают эффект притока энергии. И здесь также описано, как правильно составлять и делать пирамиду. Не так, как многие пишут. Куча здесь есть человек, ну, я так понимаю, своего рода очень сильно наблюдательный, также такой же, как, допустим, тот же самый Гребенников. Я еще раз подчеркиваю, у Гребенникова не было высшего образования. Он натуралист-любитель. Понимаете, да? То есть, просто своей наблюдательностью, своим вниманием, он множество сделал открытий. Ну, как принято было в Советском Союзе, да, и в наше время, в России, в Украине, своих просто изобретателей на них плюют и не ценят. Только признают Запад. Как ни странно, но такой вот парадокс. Понимаем, да? Так вот, этот автор, он очень сильно наблюдательный. Множество также сделал открытий. Ну, из того, что я понял, из его труда. Он просто сделал подарок человечеству. Потому что заявить об этом он очень сильно боялся, переживал. Также он попросил, чтобы я удалил его email, чтобы никто с ним... Ну, я так понимаю, он сказал, что он тоже удалил исходники, что он мне высылал это все вот так вот. Так что, пожалуйста, изучайте и делайте вывод. И не обращайте внимания на тролли. Хотя любой человек, который хотя бы чуть-чуть имеет, имел отношение к Гребенникову и из тех людей, которые торчали годами на форуме Матрикс, они понимают, что вот этот труд заслуживает огромнейшего внимания. И здесь именно открыта тайна платформы Гребенникова. Так что, если вы хотите построить платформу летающую Гребенникова, вот, пожалуйста, ключ к платформе Гребенникова. Всем всего хорошего, счастья, удачи и процветания. Строим платформу Гребенникова. Пишем свои комментарии, подписываемся на канал. Как видите, я всегда что-то нахожу интересное и новенькое. Счастья, удачи и процветания еще раз.